Масколькова обратилась к эстонской коллеге из-за давления на Sputnik. 9.11.28.2019 Обновлено 9.52.28.2019 РИА Новости Логотип информационного агентства Спутник РИА Новости Логотип информационного агентства Спутник Архивное фото Москва, 28 декре новости. Российские уполномоченные по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к канцлеру права Эстонии Юлии Мадези с просьбой обеспечить права журналистов. Спутник. Эстония. Так она отреагировала на обращение исполнительного директора МИО «Россия» сегодня Кирилла Вышинского. Вчера, 17.11 медиа воина МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг. Спутник. Москалькова отметила, что ситуация СССР вызывает обеспокоенность, так как у сотрудников МИО «Россия» сегодня нет проблем с правоохранительными органами Эстонии. Омбудсмен рассчитывает, что эстонские власти в соответствии с международными нормами свободы слова должны не только обеспечить безопасность журналистов, но и освободить их от давления и преследований за профессиональную деятельность. В этой связи прошу вас, уважаемая госпожа Мадизи, в рамках вашего мандата оказаться действием в обеспечении свободы прессы и прав журналистов информационного агентства. Спутник. На безопасность и благоприятные условия работы, говорится в обращении, копия которого поступила в распоряжение РИА Новости. Ситуация вокруг. Спутник. Эстония единственная из стран Балтии, где есть полноценная редакция и офис. Спутник. Там работают 35 человек, 33 из них граждане прибалтийского государства, заключившие трудовые договоры с МИО «Россия» сегодня. Агентство ежемесячно выплачивает в эстонский бюджет около 30 тысяч евро в качестве налогов. 26 декабря. 12.07. Медиа «Войный источник» за действиями против. Спутник. Стоят британские кураторы МИО «Россия» сегодня назвала действия эстонских властей вопиющим произволом и заявила о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ. Кроме того, агентство направило в Департамент полиции и погранохранной Эстонии ходатайство с просьбой проверить основания для применения санкций и пересмотреть решения, которые могут повлечь уголовное преследование сотрудников. Спутник. В документе отмечается, что Россия сегодня не входит в санкционный перечень ЕС, хотя в нем и значится его гендиректор Дмитрий Киселев. А согласно эстонскому законодательству, ограничения могут применяться только к тем юридическим и физическим лицам, которые прямо упомянуты в списке. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала АТИ Маргарита Симоньян призвала президента Эстонии Кёрстик Алью Лайт не допустить ареста журналистов. Дмитрий Киселев со своей стороны отметил, что угроза в адрес Спутник. Эстония создает опасный прецедент, который может вызвать цепную реакцию по всей Европе. Вчера, 09.12 медиавойны в МИД Эстонии заявили, что Таллин не изменит позицию по Спутник. Реакция на травлю президент России Владимир Путин заявил, что Москва сделает все, чтобы поддержать Спутник при работе в других странах. МИД осудил действия Таллина и пообещал в ближайшее время принять ответные меры. В ведомстве также обещали учесть сообщения СМИ о том, что к происходящему имеют отношения британские кураторы. Глава Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Орлему Дезиру и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Метович обращение с просьбой взять ситуацию под личный контроль. Дезир призвал Таллин воздержаться от ненужных ограничений, которые могут повлиять на свободный поток информации. В Брюсселе же пообещали разобраться в случившемся, но отметили, что вопросы выполнения санкций Евросоюза касаются только национальных компетентных органов стран-членов. Бывший премьер-министр Эстонии, экс-мэр Таллина Эдгар Сависар выступил против давления на сотрудников Спутник. Он подчеркнул, что СМИ должны быть свободными, даже если они нам не нравятся. Один из 18 официальный представитель МИД Мария Захарова и журналисты надели желтые жилеты, чтобы поддержать акцию в защиту агентства Спутник. Эстония. РИА Новости. Рамиль Сиддиков. РИА Новости. Рамиль Сиддиков. Власти Эстонии пригрозили сотрудникам агентства уголовным преследованием за связь СИИ. МИА Россия. СИИ. Два из 18 власти Эстонии пригрозили сотрудникам агентства уголовным преследованием за связь СИИ. МИА Россия. СИИ. РИА Новости. Рамиль Сиддиков. РИА Новости. Рамиль Сиддиков. Мария Захарова назвала действия власти Эстонии в отношении журналистов Спутник. Травлий. Три из 18 Мария Захарова назвала действия власти Эстонии в отношении журналистов Спутник. Травлий. РИА Новости. Рамиль Сиддиков. РИА Новости. Рамиль Сиддиков. Официальный представитель МИД подчеркнула, что журналисты Спутник. Эстония не нарушали ни законов страны, ни профессиональной этики. Четыре из 18. Официальный представитель МИД подчеркнула, что журналисты «Спутник», «Эстония» не нарушали ни законов страны, ни профессиональной этики. РИА Новости, Рамиль Сиддиков РИА Новости Автором флешмоба стал исполнительный директор МИА «Россия» сегодня Кирилл Вышинский, который провел 15 месяцев в украинских тюрьмах за исполнение своих профессиональных обязанностей. 5 из 18 Автором флешмоба стал исполнительный директор МИА «Россия» сегодня Кирилл Вышинский, который провел 15 месяцев в украинских тюрьмах за исполнение своих профессиональных обязанностей. РИА Новости РИА Новости Символом акции стало окрашенное в фирменные цвета «Спутник», гиря, на которой по-английски написано «Положись на нас». 6 из 18 символом акции стало окрашенное в фирменные цвета «Спутник», гиря, на которой по-английски написано «Положись на нас». РИА Новости РИА Новости К флешмобу присоединился директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА «Россия» Си Петр Лидов-Петровский 7 из 18 К флешмобу присоединился директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА «Россия» Си Петр Лидов-Петровский РИА Новости РИА Новости В поддержку журналистов Спотник Эстония выступил историк и публицист Армен Гаспарян 8 из 18 В поддержку журналистов Спотник Эстония выступил историк и публицист Армен Гаспарян Рея новости Рея новости К акции также примкнули сотрудники Спотник Из разных стран 9 из 18 К акции также примкнули сотрудники Спотник Из разных стран Рея новости Рея новости Они выразили поддержку коллегам из Спутник, Эстония 10 из 18 они выразили поддержку коллегам из Спутник, Эстония РИА Новости РИА Новости в знак солидарности Они сфотографировались с оранжевыми гирями и в жилетах с логотипом агентства 11 из 18 в знак солидарности Они сфотографировались с оранжевыми гирями и в жилетах с логотипом агентства РИА Новости РИА Новости К акции также присоединилась шеф-редактор ленты на фарсс Сирислан Галагасан 12 из 18 к акции также присоединилась шеф-редактор ленты Нафар Сирислан Галагасан. РИА Новости РИА Новости во флешмобе принял участие редактор-переводчик арабской ленты МИАРИ Мустаф Ахмад. 13 из 18 во флешмобе принял участие редактор-переводчик арабской ленты МИАРИ Мустаф Ахмад. РИА Новости РИА Новости не остались в стороне коллеги из «Спутник», Беларусь. 14 из 18 не остались в стороне коллеги из Спотник Беларусь РИА Новости РИА Новости АУ журналистов Спотник Армения вместо Гириган Телемикрофон 15 из 18 АУ журналистов Спотник Армения вместо Гириган Телемикрофон РИА Новости РИА Новости В Спотник Грузия тоже поддержали коллег из Эстонии 16 из 18 В Спотник Грузия тоже поддержали коллег из Эстонии РИА-НОВОСТИ РИА-НОВОСТИ К АКЦИИ «СПУТНИК СИЛА» присоединился руководитель БОЛТНЮС Андрей Стариковский 17 из 18 к акции «СПУТНИК СИЛА» присоединился руководитель БОЛТНЮС Андрей Стариковский РИА-НОВОСТИ РИА-НОВОСТИ Во флэшмобе поучаствовал блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян 18 из 18 во флэшмобе поучаствовал блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян РИА-НОВОСТИ Один из 18 официальный представитель МИД Мария Захарова и журналисты надели желтые жилеты, чтобы поддержать акцию в защиту агентства «СПУТНИК СИЛА» РИА-НОВОСТИ РАМИЛЬ СИДДИКОВ 2 из 18 власти Эстонии пригрозили сотрудникам агентства уголовным преследованием за связь «СИЛА» МИА-РОССИЯ РИА-НОВОСТИ РАМИЛЬ СИДДИКОВ 3 из 18 Мария Захарова назвала действия власти Эстонии в отношении журналистов «СПУТНИК» ТРАВЛИ РИА-НОВОСТИ РАМИЛЬ СИДДИКОВ 4 из 18 официальный представитель МИД подчеркнула, что журналисты «СПУТНИК» Эстония не нарушали ни законов страны, ни профессиональной этики РИА-НОВОСТИ РАМИЛЬ СИДДИКОВ 5 из 18 Автором флэшмоба стал исполнительный директор МИА-РОССИЯ сегодня Кирилл Вышинский, который провел 15 месяцев в украинских тюрьмах за исполнение своих профессиональных обязанностей РИА-НОВОСТИ 6 из 18 символом акции стало окрашено в фирменные цвета «СПУТНИК» Гиря, на которой по-английски написано «Положись на нас» РИА-НОВОСТИ 7 из 18 К флэшмобу присоединился директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА-РОССИЯ СИ Петр Лидов-Петровский РИА-НОВОСТИ 8 из 18 В поддержку журналистов «СПУТНИК» Эстония выступил историк и публицист Армен Гаспарян РИА-НОВОСТИ 9 из 18 К акции также примкнули сотрудники «СПУТНИК» из разных стран РИА-НОВОСТИ 10 из 18 Они выразили поддержку коллегам из «СПУТНИК» Эстония РИА-НОВОСТИ 11 из 18 В знак солидарности они сфотографировались с оранжевыми гирями и в жилетах с логотипом агентства РИА-НОВОСТИ 12 из 18 К акции также присоединилась шеф-редактор ленты «Нафар» Сирислан Галагасан РИА-НОВОСТИ 13 из 18 Во флэшмобе принял участие редактор-переводчик арабской ленты «Миари Мустафа Ахмат» РИА-НОВОСТИ 14 из 18 Не остались в стороне коллеги из «СПУТНИК» Беларусь РИА-НОВОСТИ 15 из 18 А у журналистов «СПУТНИК» Армения вместо «Гириган» телемикрофон РИА-НОВОСТИ 16 из 18 «СПУТНИК» Грузия тоже поддержали коллег из «Эстонии» РИА-НОВОСТИ 17 из 18 К акции «СПУТНИК СИЛА» присоединился руководитель «Болт Ньюс» Андрей Стариковский РИА-НОВОСТИ 18 из 18 Во флэшмобе поучаствовал блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян РИА-НОВОСТИ РИА-НОВОСТИ РИА-НОВОСТИ